Вы смотрите Информбюро, дневной выпуск новостей. 17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане. Из них сразу 14 в Нур-Султане, 3 в Алматы. Таким образом, COVID-19 подтвердился у 27 наших граждан. Среди заболевших двухгодовалый ребенок. Девушка с родителями прибыла в страну рейсом Берлин-Минск-Алматы. О ситуации с распространением уханьской пневмонии в нашей республике расскажет Мадина Исюбаева. К этому времени тест-системы подтвердили наличие коронавируса в крови еще у 17 казахстанцев. Сразу 14 новых зараженных выявили в столице. Их изолировали. Об этом сообщил министр здравоохранения Ильжан Бертанов. Он призвал казахстанцев сохранять спокойствие, а также отметил, что все необходимые средства и медицинские ресурсы для предотвращения распространения опасного заболевания в стране есть. Эти пациенты сегодня помещены на карантин. И в рамках их обследования у них подтвержден диагноз. Все контактные лица по этим 14 пациентам определены. В данный момент проявляется их карантинизация и изоляция. В целом, хочу сказать, что ситуация находится под контролем правительства. Работает государственная комиссия. В Алматы COVID-19 диагностировали у троих граждан. Все они прибыли в страну несколько дней назад. Среди зараженных есть маленький ребенок. Девочка 2018 года рождения прилетела с родителями рейсом Берлин-Минск-Алматы. Сейчас она находится в детской инфекционной больнице мегаполиса. Это второй случай в Казахстане среди детей. До этого было известно о 12-летней зараженной. Другие два пациента прилетели в страну из Москвы. Их также разместили в стационар. Второй случай. Мужчина 1966 года рождения прилетел к нам из Москвы 10 марта текущего года. И третий случай. Также мужчина из московского рейса 1956 года рождения. На данный час у нас 11 зараженных по городу Алматы. Накануне COVID-19 подтвердился у Казахстанки, прилетевшей в Алматы из Стамбула. Зараженной оказалась девушка 33 лет. Она прибыла в страну еще 15 марта. Сейчас ведется работа по выявлению всех контактировавших. Сегодня вступает в силу новое постановление главного государственного санврача. Это касается усиления на внешней границе. Теперь к категории 1А относятся Франция, Италия, Испания, Иран и Германия. Для тех, кто прибывает из этих стран, действует обязательный 14-дневный карантин. В домашней изоляции две недели пробудут те, кто вернется из государств категории 1Б. Сюда вошли Китай, Южная Корея и страны Шенгенского соглашения. С сегодняшнего дня во всех больницах, домах, престарелых и интернатах вводится карантин. Будут усилены санитарные меры. Посещать данные организации запрещено всем, кроме самих сотрудников, которые работают там. Также в этих помещениях запрещена фото- и видеосъемка. На карантине в больницах сейчас находятся больше полутора тысяч человек. На домашнем свыше тысячи. Под наблюдением больше двух тысяч граждан. Мониторинг прибывающих из других стран продолжается. В Министерстве здравоохранения страны сообщают, что ситуация под контролем. И сегодня на заседании правительства сообщили о беспрецедентных мерах поддержки бизнеса и рядовых казахстанцев. Крупные объекты освободят от уплаты налога на год. А предприятия получат отсрочку по кредиту на 90 дней. Подробнее расскажет Диана Абдулаева. Правительство разработало пакет срочных мер для поддержки бизнеса и обеспечения стабильности на рынке труда в условиях режима чрезвычайного положения. Закрытые из-за коронавируса кинотеатры, театры, спортобъекты на год освободят от налога на имущество. Также предпринимателям повысят доступ к деньговому финансированию. Программы «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей» синхронизируют. Кредитование бизнеса увеличат на 400 миллиардов тенге. Деньги в первую очередь предоставят отечественным производителям для снижения импортозависимости и обеспечения продовольственной безопасности. Для микро- и малого бизнеса увеличат сумму кредита до 360 миллионов тенге с предоставлением гарантий до 85%. Механизм выдачи гарантий упростят. По поручению главы государства Касымжомарта Кемелевыча Тукаева правительство примет беспрецедентные меры поддержки предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Эти меры направлены на сохранение текущей занятости и создание новых рабочих мест через стимулирование деловой активности предпринимателей и граждан. Также будет снижено число проверок среднего бизнеса. Другая срочная мера. Предприниматели получат кредитные каникулы на 90 дней, а население не будет штрафовать за просрочку по кредитам. Вместе с тем банкам порекомендовали повысить ставки по депозитам в тенге. Для восстановления кредитной истории физических лиц будет предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств. Правительство также заявили, что в Казахстане разработают новую дорожную карту занятости. Она предусматривает создание 200 тысяч рабочих мест. На ее реализацию направят 300 миллиардов тенге. Это позволит решить самые актуальные проблемы населения, таких как ремонт дорог, мостов, реконструкция объектов ЖКХ и социальные инфраструктуры. Диана Абдулаева, Нуркент Акмурзин, Информбюро Нурсултан. Цены на продукты должны оставаться на уровне прошлой недели. С таким обращением к предпринимателям выступил сегодня министр торговли и интеграции Бахат Султанов. Глава ведомства признал, что в магазинах стоимость некоторых товаров поползла вверх и пообещал, что госорганы будут проводить постоянный мониторинг и не допустят ценового сговора. В указах президента правительству предоставлена возможность введения предельных цен. Конечно же, это не рыночная крайняя мере, но это действенно будет инструмент для того, чтобы наши предприниматели понимали, что во время чрезвычайного положения необходимо обеспечивать и социальную ответственность со стороны бизнеса. Наживаться на наших гражданах в условиях такого положения мы не позволим. Глава ведомства отметил, что установка предельных цен не соответствует правилам рыночной экономики. Но мера необходима в сложившихся условиях. Также министерства будут сотрудничать для сбалансированного распределения продуктов между регионами. В случае дефицита стабфонды проведут товарные интервенции. Для развития торговли и рынка предоставления услуг будут выдаваться льготные займы. Дополнительные 400 миллиардов тенге выделили по программе кредитования экономики простых вещей, которые теперь будут доступны для бизнесменов, работающих в этой сфере. Чтобы заемщики могли под достаточно низкий процент, это именно 6% годовых, получить длинное финансирование для реализации своих проектов, для начала нового бизнеса, либо для расширения действующего бизнеса. Жительница Караганды Айнур Балакишова обвинила аптеки в незаконном повышении цен на маски, противомикробные гелии и спреи. Девушка возмущена тем, что стоимость этих товаров выросла более чем на 100%. Айнур Балакишова подала заявление в Департамент экономических расследований Карагандинской области. Об этом она написала в социальных сетях. По словам заявительницы, производители реализуют антимикробный спрей для рук по 300 тенге за флакон. Аптеки, получая продукцию, расходы по транспортировке не несут. Но почему-то продают антисептики по 800 тенге. Аналогичная ситуация с масками, уверяет Айнур Балакишова. Представители управления здравоохранения Карагандинской области ранее обещали, что в социальных аптеках маски будут стоить по 40 тенге. А сейчас их продают в 3 дорого. Заявление Айнур принято и зарегистрировано в Департаменте экономических расследований региона. Начато расследование. Я считаю, такое терпеть нельзя, когда сети аптек поднимают необоснованно цены на антисептические средства, на медицинские маски. Поэтому я написала заявление. Вот заявление. Вот талон о том, что документ принят. Дефицит средств защиты, видимо, вынуждает некоторых казахстанцев их воровать. Так представители горнолыжного курорта Шамбулак уличили в краже санитайзеров своих гостей. Кадры, зафиксированные камерами наблюдения, опубликованы в социальных сетях. На кадрах видно, что трое мужчин сначала пользуются санитайзерами, затем снимают их и забирают с собой. Во всех местах горнолыжного курорта установлены камеры видеонаблюдения. Они зафиксировали кражу сразу трех санитайзеров с антимикробной жидкостью. Те, кто находятся на карантине из-за коронавируса и не могут работать, должны получить больничные листы. Заработную плату им выплатят по условиям трудовых соглашений. В Управлении социального благосостояния рассказали об условиях дистанционной работы. В ведомстве отметили, что заработная плата сотрудников, которые вынуждены работать из дома, должна сохраниться в полном объеме. Если перейти на дистанционный режим, компания не сможет, то по закону она должна объявить вынужденный простой. Тогда работодатель обязан выплатить минимальную заработную плату всем сотрудникам. Сумма на данный момент составляет 42 500 тенге. Если начальство решит перейти на неполный рабочий день, то оплачивать будут за фактически отработанные часы. В Акимате Алматы предполагают, что вырастет количество сокращений. В таком случае работник должен получать специальные социальные выплаты. При необоснованности увольнения надо обратиться в центр занятости. Таких работодателей проверят. В этом случае он обязан за месячный срок уведомить работника и выплатить компенсацию в размере среднемесячной заработной платы работника. Также в этих ситуациях, как местный исполнительный орган, мы будем проводить ежедневный мониторинг высвобождения, а также нарушение трудового законодательства. И все-таки торговые объекты закрываются. Сегодня генеральный директор сети ТРЦ Мега Сиджан Есмагомбетов сообщил, что принято решение приостановить работу всех центров единой сети Мега. На такой шаг пошли ради безопасности посетителей и торговцев. Но супермаркеты и аптеки в комплексах Мега будут работать в обычном режиме. Автобусные перевозки из Китая, Монголии и Узбекистана под запретом из-за распространения коронавируса. По этой же причине Россия приостановила железнодорожное сообщение с Казахстаном. Все больше стран в мире склоняются к принципу закрытых границ и разрешают въезд только своим гражданам. Украинские власти пошли еще дальше и приостановили работу метро в крупных городах. А также запретили движение всего междугороднего областного транспорта, поездов, автобусов, самолетов. Кроме того, в городском транспорте отныне нельзя провозить более 10 пассажиров одновременно. Это касается трамваев, троллейбусов и автобусов. Страх перед коронавирусом продолжает порождать слухи. Одной из последних фейковых рассылок стала информация о рейдах по школам и штрафах для родителей. В целях безопасности завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам. Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом. Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам. Очень срочно. В министерстве образования сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Полицейские заверили, что никаких рейдов не планируют. Зато напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. В условиях чрезвычайного положения наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Но не только слухи рождаются в такой ситуации. Все больше творческих людей посвящают борьбе с вирусом свои песни. На этот раз трек записали школьники из Тимиртау. Они исполнили рэп, чтобы поднять настроение и дух своим согражданам. Давайте посмотрим. Ну вот как-то так, с позитивом и верой в лучшее. Ну а мы встретимся с вами уже в 20.00 и расскажем о полной картине дня. Кешки сагат сегізде, кайта жолык канша. Оцбірын шарына, косуулы болсын.